Я очень рад тому, что поехал, потому что работал в команде, потому что как работал, в восторге от людей, с которыми удалось познакомиться, в восторге от идеи. И считаю, что мы сделали свою работу так, как должны были ее сделать. И спасибо за организацию, и спасибо всем и каждому участнику за сотрудничество. Я очень рада, что поехала. Мне кажется, что это здоровский вызов для каждого, кто здесь был, и какой-то новый уровень, потому что в обычной жизни все равно ты делаешь какие-то привычные действия, берешь привычные темы. И, в общем, я чувствую, что у меня такая рутина, из которой я здесь вывалилась и встряхнулась. И очень интересно наблюдать, как работают другие коллеги. Мне кажется, что много ему научилось. И команда действительно талантливая. Поэтому, если вы смотрите и сомневаетесь, то не сомневайтесь, а обязательно откликайтесь и приезжайте на такие вещи. Это очень здорово. Было минимум две больших поездки по Телецкому на катере и в этот Майск, который лучше бы, конечно, я не видела и никто не видел, потому что это довольно печально. Там 140 человек живет по спискам, а я видела только двух. А где все остальное, я не знаю. Мне больше всего запомнился Тубалар, наверное. Наверное, Тубалар. Тубалар на старом мотоцикле, который пытался проехать из конца в конец по деревне. И у него не получалось, он заглухал каждые 20 метров, мне кажется. Ну, просто пока Вася фотографировал, я за ним наблюдала. И это какая-то метафора вообще всего, что мы здесь видели. Поиск, ну, спецкоманда очень классная. Кто-то готовился заранее, кто-то набрал материал уже здесь нахрапом. У всех все удалось, ну, на мой взгляд. Никто не был адским снобиной, чтобы с ним невозможно было установить никакой человеческий контакт. И это особенно важно для таких историй, когда едут люди, никогда ранее друг с другом не встречавшиеся практически. Вот. Что касается итогового материала, то, честно говоря, я не знаю. Ну, мне кажется, что готово все на 80%, потому что все сдали текст. Польшей части они уже редактированы. Готов какой-то макет, и Вася снял классные фотки. Ну, короче, я не знаю. Все, опять же, составляющие классного лонгрида. Не люблю это слово есть. Посмотрим, как мы сработаем уже на выезде. В смысле дома. О Телецком у меня впечатлений, ну, наверное, немного, как просто о путешествии в Горный Алтай. У меня есть впечатление о работе. На самом деле, вот такие туры, проекты – это нехилая прокачка. Это огромный опыт, наверное. Журналистики. Огромный опыт в коммуникациях с людьми, в коллективной работе. И хоть и говорят, что лучший отдых – это смена деятельности, ну, что-то нифига. Лучший отдых – это углубление в деятельность, ну, исходя из этого опыта. Я очень надеюсь, что этот тур не последний для меня, и я очень проникся, очень проникся этой темой. Я давно хотел поработать на такой истории с большим количеством материалов, с большим количеством графики, информации, и поработать с ним на какой-то другой площадке, кроме как в рамках редакции. Вот, такая возможность у меня выдалась. Мы 5 дней провели на берегу очень красивого озера, вот, работали с материалами, проектировали графику. Что мне особенно понравилось – это про взаимодействие дизайнера и продукта, потому что чем больше дизайнера взаимодействует с продуктом, тем лучше он получается. Если вы хотите сделать удочку – отправьте дизайнера на рыбалку. Если вы хотите проектировать шланг для пожарных – отправьте дизайнера на пожар. А если вы хотите, чтобы дизайнер сделал кластер лангарит по золотой добыче – отправьте его на Золотое озеро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok